Некоторые вопросы, поступающие на канал Экзегет, они, безусловно, имеют самое непосредственное отношение к самому названию канала, потому что это вопросы, связанные с толкованием тех или иных проблемных мест Священного Писания. Ну а проблемными местами Священного Писания для нас становятся не только какие-то не особенно удобные для понимания его фрагменты, но и то, что вызывает у нас затруднения, связанные с выполнением соответствующих заповедей, соответствующих повелений Господних. Вот, например, как это всем нам хорошо известная заповедь. Как понимать заповедь, подставить другую щеку применительно к нашей жизни? Действительно, это вызывает определенные затруднения. Бывает очень неприятно, когда кто-то бьет нас по лицу. Каждый, кого били по лицу, может это подтвердить. И мысль о том, что после того, как один раз ударили по лицу, нужно дать возможность беспрепятственно ударить тебя второй раз, она вызывает некоторый внутренний протест. Но, наверное, все-таки далеко не все слова Священного Писания нужно понимать буквально. Не буду сейчас вдаваться в тонкости, в детали, но каждый, кто внимательно читал Священное Писание, наверняка мог понять, что есть такие заповеди, скажем так, которые исполнив, или слова Священного Писания, которые исполнив буквально, человек потерпел для себя трудновосполнимый физический и духовный вред. Так и здесь, мне самому очень близко толкование преподобного Аброси Оптинского. Он говорит о том, что если человека ударили по правой щеке, и он должен подставить левую, то речь идет о следующем. Удар по правой щеке – это обвинение нас в том, чего мы не совершали. Это несправедливость, которую по отношению к нам допускают окружающие нас люди, начальство или кто бы то ни был еще. И мы готовы возмутиться, мы готовы восстать против этой несправедливости, особенно когда у нас есть для этого возможность. Но он советует вспомнить о том, что у нас еще есть левая щека. Что такое наша левая щека? Это те наши грехи, те наши проступки, та наша внутренняя частота, о которой знает только Господь, которая неведома другим людям. И другие люди нас за это не наказывают, и другие люди никаким образом этого в принципе даже ведать не могут. Но когда мы вспоминаем о том, что Господь нас покрывает в нашей нечистоте, в нашей греховности, в наших порой проступках и преступлениях, которые мы реально совершаем, то становится гораздо легче перенести то оскорбление, которое кажется нам неправедным, незаслуженным. То есть одно уравновешивает другое. И даже более того, как правило, то, в чем нас обвиняют незаслуженно, это что-то гораздо более легкое, гораздо что-то менее чувствительное, чем вот то, в чем нас можно было бы обвинить заслуженно. Почему очень часто святые принимали возводимую на них напрасленную достаточно спокойно, достаточно легко? Потому что они понимали, что через вот это внешнее действие, они очищаются от чего-то, что неведомо никому, кроме Бога и кроме них самих. Это было зачастую исполнением молитвы «от тайных моих очистимя». И вот если кто-то из нас когда-то произносил эти псаломские слова, то это как раз вот надо понимать так, что мы, говоря «от тайных моих очистимя», просим, чтобы кто-то нас ударил по правой щеке. И если это действительно происходит, то имеет смысл отнестись к этому в подданном смысле этого слова духовным образом. То есть понять, что это то очищение, возможность которого дарует нам таким образом Господь. Да, есть ситуации, когда нам бывает необходимо сказать, что обвинение справедливо, бывает необходимо сказать, что мы не делали того, в чем нас обвиняют. Но самое главное, чтобы мы относились к этому без излишнего возмущения. И самое главное, чтобы мы не питали в ответ к тому, кто к нам относится так, каких-то недобрых чувств. Потому что вот эта недоброта, это злоба, ожесточение, входящее в наше сердце, делает его еще более нечистым. А наша задача, если мы действительно христиане, постараться в максимальной степени очиститься от всего, что мешает нам невозбранно жить с Богом, той жизнью, которую Он нам дает. И еще один тоже очень важный момент. Когда-то на него обратил внимание мой знакомый, человек, занимающийся единоборствами, достаточно являющийся крупным экспертом в данной области, он сказал, что вот с моей точки зрения эту заповедь действительно может исполнить только тот человек, который способен дать сдачи. Для меня это тогда было немного удивительно, но как только я задумался, я сразу понял, что он прав. Ну, скажем так, вот обычная бытовая ситуация. Нас кто-то ударил по правой щеке, а мы не можем дать сдачи. И нам ничего не остается, кроме того, как разрешить ударить нас по левой. То есть у нас как бы нет выбора. А вот если человек понимает, что он в состоянии дать сдачи, но не делает этого просто потому, что он не хочет дальше развивать вот эту ситуацию, связанную с конфликтом, вот это большая добродетель. Поэтому надо всегда быть способным дать сдачи, но стараться этой способностью не пользоваться. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok